Привет, мои золотые! В этом видео, как вы уже поняли по названию, мы продолжим читать, что находится в потерянных телефонах. И всем, кто не смотрел или не помнит, я купила целую кучу старых телефонов, и мы с вами читаем, что там внутри. А внутри мы узнаем многое про владельцев этих телефонов, их историю, их, понимаете, отрезок жизни до того, как они потеряли этот телефон. Мы уже читали переписку Карины, которая отдыхала в деревне летом у бабушки и влюбилась в парня. Также был телефон с сообщениями Ярика, чья история тоже оказалась очень интересной. И ведь реально, если взять, например, ваш телефон и начать читать все, что в нем находится, то мы узнаем абсолютно все. Где вы бываете, что вы кушаете, что вы любите, с кем вы встречаетесь. Правда, для этого придется перечитать всякие мессенджеры, приложения, переписки. Ведь кто-то любит зависать в Телеграме, кто-то общаться в Вайбере, кто-то в Директе в Инстаграме, кто-то еще где-то в Ватсапе, например. А кто-то с одним и тем же человеком ведет переписки в нескольких мессенджерах. Но раньше, когда у людей были только вот такие вот маленькие телефончики, все переписки велись только по смс-кам и звонкам. А значит, получить информацию мы могли только оттуда, представляете? В общем, и мне, и вам так понравилась эта рубрика, что сегодня я включаю следующий телефон. И я выберу вот этот вот голубенький. Давайте включим и посмотрим, что же в нем внутри. Так, это Самсунг. И он цветной! Представляете, те, по-моему, были черно-белые, да? Или были цветные? Не, были черно-белые. Этот первый цветной, прикиньте. Техника! Блин, экранчик такой маленький. Я каждый раз реально привыкаю к такому маленькому экранчику, к таким маленьким буковкам вообще. Зато потом, когда беру свой телефон-айфон, думаю, блин, вот это огромнейший экран. Хотя у меня ж не Макс. Ну, в общем, телефон включился, батарейка еще есть, так что мы начинаем шариться по телефону. Так, зайдем в контакты. А, ну тут просто имена. Не так, как у Ярика, помните? У Ярика были сплошные клички. Тут просто имена. Так, идем дальше, ничего интересного. Так, перехожу в календарь и смотрю, где здесь есть пометочка, может, что-то где-то написано. Так, 20 августа сложить все вещи. Угу. 29 августа уезжаем и скобочка смайлик. Хм, интересно, куда уезжает владелец телефона? Надеюсь, сейчас узнаем. Так, перехожу в сообщение и сходящие. Так, листаем, 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 листаем. Мне тут реально много. Да что такое, давай. Ху, ты листала до первого сообщения, капец. Владелец телефона пишет какой-то Диане. Привет, мне мама наконец-то телефон купила. Пиши мне сюда Аня. Ого, первое сообщение. Мы уже знаем, как зовут владелицу этого телефона. Это Аня. И, похоже, она подросток, я думаю. Потому что, ну, если бы она была взрослая, она бы сама себе телефон купила. Так ей мама телефон купила. Значит, вычисляем, она подросток. Так, это мы были с вами в исходящих. Теперь нужно зайти во входящие. Ага, и тоже пролистать. Так, ну, это просто первые сообщения такие. А потом я вам просто буду на экране как диалог ставить. Потому что, ну, прикиньте, входящий, исходящий. Так, входящий, исходящий. Мы три часа будем это видео смотреть. Если я буду тогда постоянно туда-сюда клацать. Вот. Я-то буду клацать. Ну, просто я потом на монтаже вот так вот подрежу, чтобы вам было просто как диалог. Не, ну, в принципе, я же обычно так и делаю. Так, все, долистала. И первое входящее сообщение от Дианы. Она же говорила, что больше тебе телефон не купят. Типа, ты их вечно теряешь. О, да. И если этот телефончик у меня в руках, значит, она его все-таки потеряла. И мама была права. Так, Аня ей отвечает. Из-за переезда решила все-таки купить. Вдруг я потеряюсь в новом городке. Диана пишет. Кстати, а ты уже узнала дату, когда вы уезжаете? Да, 29 августа. А 1 сентября идти уже в новую школу. О, так это вот эта дата, которую мы видели в календаре. 29 августа переезд. Так, что отвечает Диана? Блин, так и не встретимся. Мы с моря только 30 августа приедем. Блин, море, классно. Сейчас бы на море, на солнышко. Классно. Ой, я отвлеклась. Так, что мы уже узнали? Мы узнали, что это Аня. Она переезжает с родителями в другой город и идет в новую школу. А с подругой встретиться не удается. Их разлучают. И вот они переписываются. Ты хоть пиши мне, не забывай. А то новый дом, новый город. Эх, Диана уже скучает. Тебя забудешь. Я тебе буду писать еще чаще, чем раньше. Как мило. Настоящая дружба. Надеюсь, она выдержит расстояние. Так, следующее сообщение написано уже 30 августа. Так, это значит, Аня уже переехала в новый город, а Диана уже дома. Привет, как ты там? Вы уже приехали? Дом видела? Привет, да. Только утром приехали. Дом шикарный. Я так рада. После жизни в однушке с родителями, братьями и бабушкой я в раю. О да, Аня, я тебя очень понимаю. Я хоть и не жила с кучей родственников в однушке, но все равно мы переехали с Виталиком в большой дом. И это так кайфово. Просто я реально почувствовала себя тоже в раю. На чемоданах, в строительной пылюке, но в раю. Так, сочетаем дальше. Интересно, как Аня адаптируется в новом городке. Круто, а теперь у тебя своя комната будет. Да, то, конечно, в большой дом переехали. Да, там третий этаж, как жилой чердак. Я хочу, чтобы это была моя комната. На чердаке жить? Ну, не знаю, там комнаты получше не было. Не, ну хотя, если чердак жилой, с отоплением, с лестницей, то почему бы и нет уединения? Никто не будет мешать. Но, честно говоря, мне бы было страшновато жить на чердаке. Вот, кстати, Диана тоже спрашивает. Не страшно, там же пауки, летучие мыши. Но я не думаю, что там есть пауки, летучие мыши, потому что это все-таки жилой чердак, она же сказала. Нет, там очень атмосферно. Видно лес, вдалеке курган, недалеко озеро. Классно. И Диана пишет, хочу к тебе в гости. И я уже хочу к ней в гости. Ане нужно быть менеджером по продажам просто недвижимости, потому что немножко разрекламировала дом, и Диана уже готова к ней ехать в гости, несмотря на мышей, камышей. Мышей, камышей. Мышей, пауков. Так, Аня отвечает, приезжай на осенние каникулы. И Диана говорит, обязательно. Надеюсь, ее отпустят. Я уже представляю, как она приезжает в гости, как они гуляют по этому полюсу, как они идут на озеро, как они тусуются на этом чердаке. Блин, классно. Так, ладно, давайте читать дальше. Так, следующее сообщение на следующий день пишет Аня. Все-таки на чердаке стрёмно. Наверное, поменяюсь с братьями. Ну вот. А такая смелая сначала была. Неужели паука увидела? Не, ну мы, девочки, такие смелые-смелые, а как какого-то жучка-паучка увидим, так сразу крику столько. Ну, это лично я. Я ору просто. Если я вот такую букашечку увижу, я уже сразу ору. Так, Диана пишет. Что? Серьезно? Что там? Я начала цеплять на скотч плакаты на стену, а они одновременно упали. Ну и чё? Упали и упали. Ну, так себе причина. Я думала, там паучище какой-то огромный. Скотч отлепился от стены. Странновато. Да ладно тебе, не боись. Может, криво повесило? Ну вот именно, блин. Я вообще не понимаю. Это очень странно. Ну, вообще, скотч такая фигня. Я не знаю, как выбирать правильный скотч, но бывает нормально приклеиваться, а бывает вообще просто не липнет. Какое-то гэй, извините, за вооружение купишь, и оно вообще не прилипает никуда. Аня отвечает. И сразу пять штук упало в одну и ту же секунду? Странно это. Ну да, действительно странно. Если она их приклеивала, то они, получается, должны были по очереди падать. А так она их приклеила, они держались, и потом в одну секунду, типа, пять упало. Ну да. Так, через пару часов Диана пишет. Ну что там с твоими плакатами? Я всё никак ничего не могу повесить на стену. Всё срывается. С братьями комнатами поменялось? Нет, они не хотят. Сказали, что там слишком далеко от мамы. Может, бабушка поменяется? Нет, она на первом этаже, у неё больные ноги. Хм, странно, конечно, что там со стенами, что скотч не держится. Не, ну в принципе, Аня сама выбрала этот чердак, поэтому, конечно, с ней теперь никто не хочет меняться, потому что она выбрала себе комнату, все остальные выбрали себе тоже комнаты, и всё. Все уже обставились, наверное, вещи разложили, никто не хочет меняться. Но всё же это очень странно, согласитесь. Читаем дальше. Так, сообщение через пару дней пишет Аня. Привет, как дела? Ну, абсолютно стандартное сообщение, я не знаю, новости никакие не рассказала. Давайте читать, чтобы Диана ей ответила. Отлично, правда, в классе все расстроились, что ты ушла. А, точно, это же они 1 сентября пошли в школу. Она в старую, а та в новую. А что там в новой, что она новости не пишет? Ну, я думаю, что теперь им не у кого списывать. А что там у тебя в новой школе? Аня отвечает. Слушай, тут так странно, я уже 3 дня хожу в новую школу. Все были очень милыми, а потом начали от меня шарахаться. Даже не разговаривают. Хм, странно, что они себя так ведут? Вроде сначала Аню приняли, всё хорошо, а потом начали её шарахаться. Это что получается? Что-то случилось? Или слух какой-то кто-то пустил, Аня об этом не знает. Я подхожу к огнок, одноклассникам, господи сокращение. Они перестают болтать и отходят от меня, шушукаются. Ничего, познакомитесь, и они поймут, что ты прикольная. Я думаю, что Диана права. Быть новенькой в школе всегда сложно. Я, кстати, это пережила. Напишите в комментариях, кто тоже переходил в новую школу. Это очень сложно. Даже если к тебе хорошо относятся, даже если там тебя не обижают, если тебя хорошо приняли, то это всё равно морально очень сложно быть новенькой в школе. Но потом, как все привыкнут, подружатся и всё будет хорошо. Так, что отвечает Аня? Надеюсь, но это ещё не самое плохое. Есть вещи похуже. Похуже? Я не поняла. А чё у неё случилось? Так, рассказывай давай. Диана спрашивает, что случилось? Вот именно, и мы спрашиваем, что случилось. Этот дом, он очень странный. По ночам там что-то стучит. Иногда я слышу плач, даже если в доме никого нет. Будто зовут на помощь. У меня мурашки уже по коже. Капец, это как будто в каком-то фильме ужаса. Вы представляете? Это же, если у неё с окна видно лес, курган, это получается, они где-то на отшибе живут? Вы представляете? Она сидит на чердаке посреди леса и какие-то стуки слышит. Я бы там вообще не выжила, честно. Я бы там сбежала на следующий день. Что это за дом такой? Нет, на самом деле, будем надеяться, что Аня себя просто накручивает. Переезд, отношения с одноклассниками, новый дом, новая школа, это всё такой стресс. Мне кажется, им просто кажется. Может это какая-то там шиферина, знаете, на доме стучит, а плачет, а ну просто вой ветра. Или может какая-то вытяжка так работает. Ну короче, читаем дальше. Я уверена, что это просто и слышится. Что, серьёзно, родители тоже это слышат? Да, кстати, а слышат ли это бабушка, братья и родители? Они говорят, что это нормально для старого частного дома. Ну, как нормально? Вообще-то это ненормально. Если что-то поломалось, нужно его починить. Если шиферина какая-то стучит, значит надо её прибить. Это ненормально. Но я так тоже думаю, что Аня просто переволновалась и всё. Наверное, они правы, но мне всё равно страшно. Пиши, если что. Ну, видите, она потихоньку начинает уже успокаиваться. Так, читаем дальше. Так, следующие сообщения от оператора, сообщения от мамы. По дороге забери братьев из садика. Ага, видите, значит братьев совсем маленькие. Конечно, она их хотела на чердак посадить. Нормально вообще? Они совсем маленькие в садике. Куда им на чердак? Так, следующее сообщение от бабушки. Купи успокаивающее, а то мне плохие сны снятся. Ого, получается бабушка тоже неспокойно переезд переносит. Не, ну хотя люди в возрасте, скорее всего, им очень тяжело и стрессово менять место жительства. Так, снова сообщение от Дианы. Привет, что там в школе, что нового? В школе на меня уже вторую неделю все косятся, даже учителя. Капец. Вот это вот человека не приняли в новой школе, понимаете? Ей очень тяжело. Аня же ничего плохого не сделала. Ну, она не успела еще ничего плохого сделать. Она только переехала, она только пошла в новую школу, она 3 сентября писала, что на нее уже там косятся и шарахаются. Она не успела ничего сделать, к ней уже плохо относятся. А учителя, как это учителя, они же должны наоборот ее поддержать, влить ее в коллектив. Че это они тоже на нее косятся? Так, она пишет дальше. Даже тетради напрямую не хотят брать. Я их кладу на стол и только тогда берут. С рук не хотят. Глаза опускают, как видят меня. Диана отвечает, странные какие. И действительно, это очень странное поведение. Я бы даже сказала, это не странное поведение, а неадекватное поведение. Я не понимаю, неужели такие учителя бывают? Напишите в комментариях, есть ли у вас какие-то такие неадекватные злостные училки. Диана спрашивает, неужели все вообще тебя игнорят? Ага, но есть парень из 10-го кулы, он постоянно сверлит меня взглядом. Так поговори с ним. Наверное, завтра так и сделаю. Да, конечно, надо так сделать. Напишешь, что он тебе ответит. Не, ну нужно поговорить хоть с кем-то, а? Нельзя же себя так вести, ну это капец. Девчонка переехала в другой город, это стресс. Они ее еще доведут. Просто таким поведением можно реально довести человека. Мне прям честно, уже обидно за эту Аню. Я очень надеюсь, что она найдет себе каких-то друзей и будет с ними тусить. О, так, Аня пишет на следующее утро. А, подождите, это на следующее утро. Она еще не успела, наверное, поговорить с тем парнем. Ладно. Прикинь, я сегодня спускаюсь на кухню, вижу, мама блинчики готовит. Потом она мне на тарелку кладет два подгоревших черных блина. А я смотрю, вместо теста у нее грязь с мукой. А у нее глаза аж наверх закатаны. На меня не смотрит бубнить что-то. Капец, что происходит? А что Диана? О, боже, что дальше? И мне интересно, что дальше? Я кричу, мама! И ее глаза снова нормальные, и она не помнит, что было. Капец, ну и дела. Что вообще с этим домом, с этим городком и с этой школой? И что с мамой вообще происходит? В общем, мы выкинули эти блины, мама сказала, что просто не выспалась. Нифига себе не выспалась просто. Грязь намешала. Аня, это очень страшно. Пожалуйста, скажи, что это страшный сон. Нет, это реально такое происходит? Тут очень неприятная атмосфера. Да я представляю, блины из грязи. Электричество вечно гаснет, эти стуки, ветер, от которого шуршат шторы. Блин, хочу обратно в однушку всей семьей. Капец, вот этот домик ее уже довел. А как она была рада сначала, а? Вы помните первое сообщение? Не, ну я-то ее понимаю, лучше в тесноте да в спокойствии, чем в огромном доме, но с кучей страхов, шорохов и непонятно чем. Так, Диана пишет. Ветер в комнате в смысле сквозняк? Я очень надеюсь, что это сквозняк, но я не уверена. Не, ну подождите. Ветер в комнате равно сквозняк. Что это еще может быть? Что значит, она не уверена? Это очень странно. Попробую поговорить с тем парнем. Может, скажет что-то. А при чем тут парень? Это парень со школы, а это ее дом. Не вижу связи. Да, так и сделаю. Держи меня в курсе. Ну, странно, при чем тут парень и дом? Я не понимаю логики. Это что, шторы у меня колыхнулись? Блин, я уже начинаю нервничать. Каждый раз, когда будет сквозняк и будут колыхаться шторы, я теперь буду нервничать. Так, следующее сообщение написано в 3 часа дня. Я подошла к нему. Он вообще растерялся, сбежать хотел. Я представляю, как она к нему подкатила такая. Слышь, что? Что вы от меня все шарахаетесь, а? Но я его к стенке подперла, все в классе аж разбежались. Так, значит, она не так подошла. Она вот так вот подошла. За горло его взяла. Ну, или как? Как она его к стенке подперла? Честно, я не представляю, как девочка может пацана такая подпереть к стенке. От нее и так все шугались, а теперь эту Аню еще бояться все будут. Узнаю тебя, а то такая скромница приехала. Что он сказал? Ага, значит, она была разбойницей в школе. Я спросила его, почему он со всеми общается, а меня боится. И что он? Он шепнул, что сегодня вечером нужно встретиться в лесу, чтобы никто не видел. И убежал. Так, Аня, тебе нужно бояться не своего дома, не своих новых одноклассников, а вот этого вот парня. В лесу? Ночью. Эм, странный какой, ты пойдешь в лес? Наверное. Вот уже это Аня. Не страшно будет? Еще как, страшно, ну а что делать? Окна пишешь, как прошло, а то я буду волноваться за тебя. Да я тоже уже буду волноваться, слушайте, какой-то непонятный парень. Сказал, давай встретимся вечером в лесу. Почему не на переменке? Почему не где-то? Вечером в лесу. Так, следующее сообщение аж вечером, и оно от Дианы. Ну что там? И мы все ждем, ну что там? Аж вздрогнула от рингтона твоего сообщения. Капец, я представляю, если Аня вздрогнула просто от рингтона, то какие у нее нервы сейчас напряженные. Что там тот парень? Вы встретились в лесу? Да, его Артем зовут, сказал, что лучше не связываться с нашей семьей, а то проклятие может распространяться. Какое проклятие? От Дианы сообщение. Какое проклятие? Это единственный вопрос мог быть тут. Не знаю, но похоже с домом что-то не так. Слушай, ты можешь сфоткать дом и отправить снимок по почте? Думаю, да, у нас как раз есть тут фото ателье. А тебе зачем? Что за фото ателье? А, это наверное вот эти штуки, когда пленки проявляли. Раньше фотики были с пленкой, и пленку нужно было пойти проявить. Проявочные. Я называла такие заведения проявочные. Хочу проверить, может у дома есть какая-то история. Поеду в центральную библиотеку и архив. А в принципе хорошая идея на самом-то деле, да? Если это дом с какими-то проклятиями или что-то такое, вот, может о нем какая-то есть информация в изданиях печатных. Не, ну слушайте, а что по электронке-то не отослать фотографию, а? Что это нужно печатать? У нее, наверное, не было цифрового фотика. Точно. Или она вообще в глушь какую-то уехала. Может там интернет плохой. Может там вообще интернета не было. Так, Аня пишет. Знаешь, мы не первая семья, которая жила в этом доме, но все заканчивалось плачевно. Интересно. Наверное, поэтому мы его чуть ли не даром купили. Так, и вот Диана отвечает, попробуй поговорить с родителями. Хорошо, уже не хочу тут жить. Капец, а все как начиналось, какая она была счастливая, а теперь не хочет тут жить. Хоть бы родители еще Аню выслушали, хоть бы они сами стали замечать эти странные вещи. А то я так понимаю, что они вообще не видят, что творится в их доме. Так, читаю дальше. Прошло 4 дня и сообщение от Дианы. Ань, привет, мне привезли твое письмо с фото. Хорошо, что напрямую передали. Да, так быстрее, чем через почту, может найдешь что-то про дом. Ты мне тогда так и не ответила, что сказали родители. Они уже ничего не могут сказать, с ними творится что-то странное. Что именно? Они очень изменились. Стоп, ты где сейчас? Так, что происходит, не поняла. Я в своей комнате, а что? Я вижу тебя, Аня, я вижу тебя. Вы что-то понимаете? Я вообще, что-то я потеряла нить, я вообще ничего не понимаю. Диана видит Аню, как это вообще возможно? Они в разных городах. Аня сидит себе на своем чердаке в новом доме, а Диана в старом городе. Что? Где ты меня видишь? В отражении стекла. Аня, напротив меня. Оно идет на меня. О боже. Я ничего не понимаю. Я позвоню тебе, Диана. Диана, что случилось? Ты не отвечаешь. Ребята, вы вообще хоть что-то понимаете? Я вообще ничего не понимаю. Так, мне нужно срочно перечитать обратно эту переписку, потому что я вроде все улавливала. Девочка переехала в другой город, пошла в другую школу. В доме творятся странные дела, в школе ее не принимают, родители как-то странно себя ведут. Но потом, что произошло потом? Я не поняла ничего. Так, мне надо будет перечитать. Фух. А еще мне страшно теперь телефон этот в руках держать, потому что вдруг он переносит несчастье, вдруг он передает проклятие этого дома, я не знаю. Фух. Мне кажется, мне нужно сделать перерыв, перечитать еще раз сообщение, понять, что вообще происходит. Фух, да и видео, я думаю, уже затянулось, поэтому, ребят, буду с вами прощаться. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте пальцы вверх. Если вы хотите продолжение, то накидайте побольше пальчика вверх и напишите в свои комментарии. Подписывайтесь на канал, если вы еще до сих пор этого не сделали. Не знаю почему, по какой причине, если вы до сих пор не подписаны, обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать следующие видео. И до встречи в следующем видео. Пока!